Послание президента народу Казахстана определяет дальнейшее развитие страны. Нестабильная экономическая ситуация в мире налагает на Казахстан дополнительное давление. И в этой связи президент предлагает новые подходы и решения задач, которые стоят перед государством. Было поручено и дальше двигать нашу программу индустриально-инновационного развития. Для этого в первую очередь нужны квалифицированные кадры. И сегодня одно из конкретных предложений, которое нам было дано, это создать программу, где первая техническая специальность будет даваться бесплатно всем желающим. Самое главное в этом году послание, это то, что было заявлено о необходимости поворота нашего каждого гражданина на вопросы, связанные с трудом. И труд стал первым и главным фактором этого нового послания. То есть любой человек, который живет в Казахстане, он имеет возможность трудиться. Созданы все необходимые условия для того, чтобы любой человек мог развивать свой бизнес, начинать свое дело. Опять же, несмотря на турбулентность в экономике, несмотря на снижение падения цен, несмотря на снижение темпов роста, он говорит, что необходимо, самое главное, социально поддерживать население. И четко определилось, начиная с 1 января будущего года, точно так же, так сказать, для всех социально уязвимых слоев населения будет определена поддержка.